МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже завтра в Прикамье станет намного прохладнее и пройдут дожди. В ближайшую неделю температура воздуха будет чуть выше 20 градусов. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Отдохнули с ущербом для здоровья. После конфликта отдыхающих в Огурдино молодой человек лишился ноги. Может, они изначально хотели такого-то конфликта. Зыбучая дорога. Жители Пожвы просят помочь с трассой до Кудымкара. Несколько лет подряд люди бьются за нормальную дорогу до родного дома. А так можно ехать, ведь люди не скотина из изображения. Чемпионские автобусы. Кому из березняковцев посчастливилось прокатить с ветерком самих Леонеля Месси и Криштиану Роналду? Видел слезы 3-0 проиграть в Хорватии. Об этом и не только мы расскажем прямо сейчас. Начнем выпуск с ЧП. Березняковец после отдыха в Огурдинском бару потерял ногу. Две компании поссорились и потасовка закончилась стрельбой. После пулевого ранения ногу ампутировали. С участником этого рокового пикника встретилась Евгения Кокшарова. Может, они изначально хотели такого-то конфликта. Этот молодой человек до сих пор в шоке и боится, показывает свое лицо. В ночь, четверга на пятницу, Дмитрий с коллегами отдыхали в Огурдино. Обычная вылазка на природу, палатки, шашлыки и веселая музыка. Была рядом соседняя компания. Они подошли к нам, сказали, убавьте музыку. Мы убавили музыку. Один человек остался с нами. Ну, распевал с нами, стоял. Говорит, если вам нужны будут дрова, приходите к нам. По словам молодого человека, уже чуть позже его друзья решили воспользоваться гостеприимством. Один из парней пошел брать у соседей дрова, когда из палатки вышел мужчина из другой компании. С претензиями завязалась потасовка. А и уже после этого к палаточному лагерю подъехал еще один незнакомец. Потом приехала у них машина еще одна. Вышел мужчина с ружьем. Встал его и ушел вниз к речке. А мы собирались спать, мы не знали, стоит служиться, может нам собраться, уехать лучше. Парни пошли к ним узнать. Ну, все нормально, не все. И все. Один из них достал ружье, направил терпевшего, получается. На вашего друга, да? Да. Я говорю, сейчас буду стрелять. Сказал, сделал. В результате двое парней оказались в больнице. Один пока передвигается на инвалидном кресле. Другой из здорового человека превратился в инвалида. Ему ампутировали ногу. Сегодня в полиции нам разъяснили, виновные, установленные по факту этого случая, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие уверяет, что собрано исчерпывающее количество доказательств. Все виновные обязательно понесут уголовную ответственность. Скорее всего, гурдинский стрелок еще не скоро насладится речкой и шашлыками. Ведь, согласно вмененной статье, подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы. А между тем, пострадавшие просят свидетелей этих событий обратиться к нам в редакцию по телефону 26 28 17. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. К другим темам. Уже не первый год подряд жители отдаленных районов края ищут помощи у телевидения. На первый план вновь выходит дорога на Кудымкар, которая как трясина засасывает огромные большегрузы. С обеспокоенными жителями Пожвы встретилась наша съемочная группа. Ехать реально страшно. Глубокие выбоины. Татьяна Шварева и ее соседи из Пожвы обращаются в нашу редакцию не в первый раз. До их родного поселка в скором времени будет попросту не добраться. По ее словам, в прошлом году после нашего выпуска местные власти решили проблему с дорогой. Ее засыпали щебнем. Но праздник на Пожвинской улице длился недолго. Весной все вернулось на круги своя. Водители говорят, что они не хотят нести ответственности. И если будет еще хуже, то они просто отказываются ездить. Вы только посмотрите на это. Огромный КамАЗ поглотила дорога. А если бы на месте него оказался автобус, который едет на скорости, без жертв бы точно не обошлось. Ежедневно водители автобуса «Березники Кудымкор» отправляются в рейс на свой страх и риск. В среднем путь до Пожвы занимает три часа, но не сейчас. Ямы и колдобины накидывают еще почти два часа пути. А если поломка? Только представьте, как люди застрянут под палящим солнцем на целый день. Вот сегодня, смотрите, время четыре часа. Уже, можно сказать, на сорок. Можно сказать, уже час задержкой. А так можно ехать, видеть людей. Это же люди, не скотина из изображения. А так мы даже технику подготовить не успеваем. Отдохнуть нам надо. Приезжаем и из-под автобуса не вылазим. Вот сейчас новый автобус мы выпускали. Год автобусу. Мы весь низ порвали. Жители Пожвы в очередной раз надеются, что именно телеэфир решит наболевшую проблему. Ведь впереди осень, сезон дождей. И как поведет себя дорога, никому неизвестно. Но лучше она точно не станет. Полина Чуленева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Поддержим нашего производителя. В Пермском крае возрождается масштабный проект «Покупай Пермское». Размещать на своих товарах логотип проекта и использовать его в рекламе теперь смогут и березняковские предприниматели. Возрождаемый проект «Покупай Пермское» существенно изменился в формате и будет проходить в три этапа. Первый – это базовый. Ориентирован на все работающие в прикамье предприятия, которые будут иметь право размещать на своих товарах логотип «Покупай Пермское». Второй – профессиональный уровень. Ориентирован на предприятия, чья продукция отличается высоким качеством и прошла необходимые экспертизы. Третий – уникальный уровень программы. Он объединит известные бренды, способные выступать в качестве визитной карточки прикамья. Если раньше участвовали только производители товаров, то в этом году могут участвовать и производители услуг, наших пермских услуг, которые можно дистанцировать и на другие регионы, и можно приглашать, допустим, туристов к нам в край, да, оказывать эти услуги. Предприниматели, директоров и руководители организаций, которые желают стать участниками проекта, приглашают на встречу, которую организует Верхнекамская торгово-промышленная палата. Встреча состоится завтра, 1 августа, по адресу город Березники, улица Пятилетки, 34, конференц-офис Верхнекамской торгово-промышленной палаты «Меркурий». Начало в 13 часов. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, список документов, сроки. Все эти вопросы жители Верещагина адресуют Альфире Мазуниной. А еще полтора года назад она планировала наслаждаться отдыхом на пенсии, но закончив карьеру в должности председателя контрольно-счетной палаты, сидеть дома не смогла. После активной деятельности вдруг оказаться за бортом жизни. Вот такой активный. Поэтому я поискала какие-то варианты, но руководящие должности. Я сразу сказала, мне не надо в любом случае. У меня самая простая минимальная рядовая должность, где бы я могла, может, что-то научить. Сегодня на приеме многодетная семья Тукачевых. На консультацию уходит ровно 4 минуты. Остается время погулять с маленьким Макаром и порассуждать, что молодым специалистам есть чему поучиться у старшего поколения. Лучше всего работал бы человек, который уже сталкивался с ситуациями. Главное, чтобы знал свою работу. Получая удовольствие от работы, Альфира Мазунина передает опыт и успевает обсудить с коллегами домашние новости. Внук, ровесник, сын Людмилы Старковой. Так что общих интересов много. Опыт у нее большой жизненный и по работе. Многое у нее спрашиваю. Для кого-то 55 просто цифра, для кого-то психологическая отметка. Для одних это маркировка косметики, ну а для других своеобразный старт, чтобы начать новое, то, что раньше не пробовали. Самый простой пример – курсы компьютерной грамотности. Причем настроены люди в возрасте решительно. Хотят не только общаться в сети, но и приносить пользу. А в идеале получать за это зарплату. Лариса Стрельникова, Александр Неверов, «Весь теперь». Медицинский пункт поселка Орел на один день превратился в полноценную поликлинику, где прием вели сразу несколько узких специалистов. Всех местных жителей, нуждающихся в медицинской помощи, оповестили заранее. День здоровья в материале Екатерины Кравцовой. Сегодня в помещении фельдшерско-акушерского пункта поселка Орел, как видите, яблоку негде упасть. Ажиотаж вызвал приезд узких специалистов в краевой больнице имени Вагнера, главная цель которых – сделать медицинскую помощь доступной в отдаленных населенных пунктах. В поселке Орел постоянно проживают больше двух тысяч человек. В местном медпункте, иначе говоря, ФАПИ, регулярно оказывается фельдшерская и педиатрическая помощь. Работает процедурная медсестра. Однако в эту субботу жители в один день смогли пройти обследование и получить консультацию невролога, гинеколога, кардиолога, хирурга, эндокринолога и дерматолога. Также врачи привезли с собой аппарат УЗИ и оборудование, на котором можно было сделать электрокардиограмму и фиброгастроскопию. Вот, знаете, мы рады, что с проверкой врачи приезжают. Это очень хорошо. Кардиологическую помощь населению сегодня оказывает главный врач краевой больницы. Сегодня к нему выстроилась очередь. К примеру, у этого мужчины в ходе обследования были выявлены серьезные проблемы с сердцем. Михаил Суханов срочно направляет его на госпитализацию в Березнике. Когда будет инфаркт, мы можем получить внезапную смерть. Мы должны это предупредить. В данном случае пациент не совсем понимает ту опасность и то заболевание, которое фактически у него уже есть. Мы должны его убедить, мы должны заставить его, если можно, так сказать, приехать к нам, чтобы прообследовать и сделать адекватное лечение. Такая скорая помощь в лице лучших специалистов стала доступной в деревнях и селах после объединения Усольской и Березняковских больниц в Краевую. Главная задача, поставленная губернатором, выполняется. Доступная медицинская помощь в отдаленных от центра населенных пунктах. И это уже третий в этом году большой выезд врачей в поселение Усольского района. Ранее специалисты выезжали в Романово, Шемейный и Верхкондас. После таких обследований десятки людей были направлены на госпитализацию. Каждый получил грамотную рекомендацию по лечению. Да я вообще-то ходила к кардиологу, сначала сделала кардиограмму, потом к нему. У меня просто был микроинфаркт пять лет назад, просто для консультации. Потом мне давление смерил, посоветовал какие-то таблетки, в общем, все. Прошла УЗИ поджелудка, теперь к антокринологу сижу. В Усолье же ехать надо. Мы пенсионеры, у нас дорога, тоже деньги. Сейчас терапевт принял, хорошая врач обошлась, нормально. Спасибо им. Лечит так. Такие выезды должны стать традиционными, отмечает руководство больницы. Ведь качественная медицинская помощь должна оказываться не только в краевых центрах, но и на местах. По итогам работы выездного дня врачами Березняковской краевой больницы было проведено рекордное число приемов – 307. И это всего лишь за один день. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Рособорнадзор назвал три самых провальных в этом году предметов на ЕГЭ. На первом месте оказалась биология. Ее не сдал практически каждый пятый выпускник. Больше 16% не справились с обществознанием. Почти столько же, что называется, завалили химию. Еще больше свежих и актуальных новостей к этому часу Анастасия Лакман собрала в нашей традиционной короткой строке. В районе БШСУ специалисты восстановили работу трех сейсмопавильонов. Напомню, почти полмесяца назад на заседании КЧС выяснилось, что несколько сейсмодатчиков в том районе неисправны. Виной тому вандалы, которые срезали 200 метров кабеля, питающего измерительные приборы. В мэрии, однако, уверяли, что их выход из строя никак не повлиял на работоспособность всей системы сейсмологического мониторинга. И вновь напомним, что уже с завтрашнего дня в городе до 25 рублей повысит плату за проезд в общественном транспорте. Билеты на автобусы в Березняках отныне будут самыми дорогими в регионе. В то же время цену за поездку на любом троллейбусе решено оставить без изменений. А теперь отличная новость для любителей путешествий. Минтранс России предложил изменить федеральные авиационные правила и вывести дамские сумки и портфели из понятия ручной клади. Согласно документу, эти предметы не нужно будет взвешивать перед полетом. Также в список предметов, которые можно будет взять в салон сверх установленного лимита, предлагается включить букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, костыли, трости, ходунки, ролаты, раскладное кресло-коляску и лекарственные препараты специальных диетических потребностей. Новости короткой строкой подготовила Анастасия Лакман. Миллионы счастливы. Кубок мира FIFA 2018, который проходил в России, уже признали лучшим чемпионатом за всю историю. Столь высокую оценку празднику футбола дали президенты стран, организаторы, игроки, болельщики и журналисты. А вы знали, что и березняки тоже сыграли важную роль в проведении чемпионата? И все благодаря автобусам компании «Шкляр». Обо всем по порядку Вера Андреева. Под это дизельное урчание, поблескиваясь знаменитыми звездами на колесах, наши березняковские автобусы с первого дня оказались в гуще самого грандиозного события этого лета – FIFA 2018. Кажется, от этих околофутбольных страстей сотрясался весь мир, даже те, кто никогда не болел футболом. Праздник длиной в месяц действительно получился фантастическим по накалу страстей результатом, громким вылетом команд, которые считались фаворитами. Но самое-то главное, что у нас в Березняках, оказывается, есть нечто такое, ради чего организаторы FIFA напрямую обратились в транспортную компанию «Шкляр» и пригласили их поучаствовать в этом празднике жизни. Вы когда-нибудь были на таких играх, когда забивает гол и 45 тысяч зрителей? Это просто офигенски! Это просто обалденно! 45 тысяч зрителей, когда взрывается, это надо услышать один раз. И вот это мы все были хотя бы под стадионом, мы все это слышали. Вот, мы сидели тут по 10 человек, у меня тут планшет стоял, мы смотрели, а у нас еще минутная задержка трансляции идет. Короче, уже весь стадион вот так вот гудит весь, Вася. А мы сейчас, час гол будет, час гол будет, минутное опоздание, и вот мы все такие, сидим такие. Алексей Фельский – один из восьми счастливчиков, кто видел все своими глазами. И не просто все, а гораздо больше, чем позволено даже самым яростным болельщикам. Он водитель автобуса «Ипэшкляр», который с 2002 года доставляет березняковцев в Пермь и обратно. Честно говоря, футбольным фанатом Алексей до этого времени не был, пока не оказался в самой гуще событий. Еще в марте этого года на автопредприятии «Ипэшкляр» приехали представители FIFA и попросили предоставить для мирового чемпионата по футболу березняковские автобусы. Конечно же, согласились. А после жизнь понеслась со скоростью футбольного мяча, проверки ФСБ, психологические тесты, навыки вождения, учеба, занятия, беседы, подготовка подвижного состава. Алексей и еще семь водителей даже заранее выезжали на стажировку в Нижний Новгород и Саранск. И там отрабатывали навыки вождения для мероприятий столь высокого уровня, где задействованы сотни иностранцев. Мероприятие такого масштаба – это событие для предприятия, для меня событие. Потому что отец мой, это как бы наследственно, отец мой возил Олимпиаду 80, обслуживал. И я попал на мероприятие такого масштаба, так это, ну для меня это дорогого стоит. К слову, Березняковское автопредприятие и Пешкляр – организаторы мирового футбола – выбрали не случайно. Рейтинги фирмы говорят сами за себя. Компания признана одной из лучших в Приволжском федеральном округе и подходит под самые сложные требования. Автономное, стабильно работающее предприятие, проверенный годами коллектив, профессиональные водители и новые автобусы марки «Мерседес». Таких, к слову, больше не было ни у одного перевозчика, который обслуживали чемпионат мира. Понимаете, когда садишься в «Мерседес», даже организаторы вот этого всего мероприятия, ну там были люди, которые за транспорт ответственные от «ФИФА». Вот, они, конечно, сели в «Мерседес», они, конечно, офигели. А почему офигели? Потому что, ну, не дотягивают еще все остальные марки до «Мерседеса». А ведь эти автобусы закупались в компании «Шкляр», чтобы возить нас с вами до краевой столицы Пермского края. Комфорт, плавность хода, продуманность каждой детали, уровень безопасности и очень приятная отделка салона. Но самое главное – вот эти ответственные парни, которые всегда за рулем в чистой белой рубашке. Пассажиры для них превыше всего. И неважно, Березняковец это или Лионель Месси, который, кстати, сидел у Алексея за спиной на 26-м месте. Другой наш березняковский автобус, кстати, доставлял на игровое поле Криштиану Роналту. Нашим березняковским парням на «Мерседесах» выпала честь возить не только игроков Аргентины и Португалии, но и Хорватии, Швеции, Швейцарии, Англии, Кореи, Уругвая, Туниса и Японии. Корея, ну, как мартышки, потому что им постоянно бананы. У них бананы, я не знаю, что у них там с командой, они бананы так любят, что ли. Это постоянно все тут в банановых корках и во всем этом остальном. Англичане. Англичане это аристократия, конечно, все высокие, под 2 метра ростом, красавцы. Аргентина. Аргентина это у меня вообще такие двоякие. Вообще у них самое большое количество болельщиков было Аргентина. Там заборы просто как грозья винограда, заборы валили там. У них такая была великолепная, такая шикарная поддержка была, такая сильная. Вот я первый раз такое видел. И когда они проиграли, конечно, вот этот вот, ну, как взлет и вот эта вот трагедия, которую я увидел, мы просто ехали в гробовой тишине. Просто они попросили даже свет выключить. Видел слезы 3-0 проиграть Хорватии. Аргентина проиграла. Ну, я за Аргентину сейчас говорю, потому что самая такая команда, которая вызвала эмоции у меня. Вот, ну, величие и слава, и упадок команды. Вообще я вот просто все увидел буквально в трех днях. Наши березняковские автобусы в тот же день покажут по всем телеканалам мира. Вот те самые кадры, когда команда Аргентины, обойдя фан-зону, в полной тишине покидает стадион. Спустя почти месяц работы на чемпионате, наших водителей поблагодарят за высокий профессионализм и радушие, за отношение к работе, русское гостеприимство и заботу. Мир большого футбола распустит болельщиков по домам. Все игры сыграны, золотой мяч в руках французов, двукратных победителей чемпионата мира по футболу. И наших героев, конечно же, тоже с нетерпением ждали дома. Кстати, за все время, пока часть коллектива работала на FIFA 2018, ни один рейс ИП «Шкляр» не был сорван. Все пассажиры с комфортом добрались в нужных направлениях. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Кто счастлив, тот и прав, говорил еще Лев Толстой. Каждый день мы выбираем ту или иную дорогу, спутника жизни, работу и даже страну. И каким будет выбор, зависит только от нас самих. Подумать над этой философской темой зрителю предложили актеры драмтеатра и начинающие артисты из первой студии. На премьерной камерной постановке спектакля «Медея» побывала наша съемочная группа. Нет, это ветер. Не жди больше, ты извелась. Он танцует твой сон, пляшет с девушками. Бунтарка, воровка и убийца на сцене Ольга Любицкая в образе древнегреческой богини Медея, решившая переступить все мыслимые и немыслимые грани в борьбе за простое женское счастье. Одержимость своим возлюбленным Ясоном и его предательство толкает Медею на самое ужасное – убийство собственных детей. Ты предчувствуешь, какое преступление я готовлю? Так отступись! Зови на помощь! Я как раз хотела вызвать ощущение того, что никакая разрушенная жизнь, никакая несчастная любовь, никакое предательство ничего не стоит человеческих жизней. Мифы древней Греции вписываются в сегодняшнюю реальность. Новостные ленты пестрят семейными драмами по хлеще этой. Современные Медеи живут среди нас, и в один миг бунтующая натура по каким-то причинам вырывается наружу и сносит все на своем пути. Гипертрофированный образ зла, как призма современного человека, и прежде всего, человека несвободного. Вот скорее всего, чтобы люди научились в себе, во-первых, побеждать раба, который в каждом из нас живет, а во-вторых, чтобы все-таки не зацикливались женщины на одном человеке. Жизнь больше, чем какие-то стереотипы, или один мужчина, или одна работа, или еще что-то. На сцене с известными актерами театра «Начинающий лицедей» из первой студии их безмолвные роли говорят громче всяких слов. Безлика толпа, за которую уже давно сделан выбор. Вы думаете, не накажет вас никто? Все так пройдет потихо. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Нас всех используют, и мы используем всех. Быть человеком, оставаться, мне кажется, главная мысль. И творить добро на всей земле. Вступает утро. Надо вслепетить кофе, убрать в постели. Когда подметешь, можно немного полежать на солнышке. Потом чистишь овощи к обеду. Пожалуй, каждому из нас знаком этот сценарий. Но нет-нет, да и вырываемся из рутины. А потом все заново. И уже в голове блоковские строки. Ночь, улица, фонарь, аптека. Жизнь проносится мимо. Стрелки часов оставляют позади наши надежды и самые заветные детские мечты. Наконец, ложишься и засыпаешь. Если и вы готовы поразмышлять на вечные философские темы и посмотреть на этот мир со стороны, добро пожаловать в театр. Пока неизвестно, утверждят ли спектакль «Медея» для показа в новом театральном сезоне. Но труппа уже решила постановке жить, несмотря ни на что. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А вы помните, кем мечтали стать в детстве? Смогли ли воплотить в жизнь свои мечты? Мы вышли на улицы города и задали этот вопрос жителям города. И вот какие ответы получили. Стердессой. А кем стали? Экономистом. Как думаете, почему не получилась мечта детская? А не знаю. Передумала потом. Почему? Поступила после школы в институт и стала учиться, и стала экономистом. Хоть и смешно, матросом. А кем стали? Электромонтером. А как вы думаете, почему не получилось стать матросом? Ну, видать, так судьба сложилась. У каждого свое. Многие хотели такими стать, а в более зрелом возрасте становится, по другой специальности работают. Хотелось сначала и продавцом, и воспитателем. Знаете, как обычно у детей бывает? Потом, когда в школу начинаешь ходить, то хочется быть учителем. А бабушка у меня была медсестрой, так что такое желание у меня тоже было. А кем стали? В итоге стала врачом-стоматологом. Пожарником. А кем стали? Стала инженером. А как вы думаете, почему не сбылась мечта детства? Ну, в детстве многие мечты не сбываются, которые задумываешь. Обязательно учителем. А кем стали? Именно им. Предподавателям музыкальной школы. Детская школа искусств. Вы довольны? Очень. Если честно, я не помню уже. Так давно было. А кем стали? Человеком просто. У нас мечты такой не было еще в детстве. Да. А кем стали? Кем стали? Инженер. И хороший работник на заводе. Космонавстом. Астрал. Трудягой на заводе. Мечта не сбылась? Ну, вот только так пока и все. Если говорить честно, чтобы моя профессия была связана с телевидением и со сценой. Мамой, как минимум. Ну, работала и айтишником, и экономистом. В общем, разной профессии. Но, собственно, мечтать нужно всегда идти навстречу мечте. Ну, а сейчас советуем придвинуться поближе к телеэкранам любителей нашего славного города. Ведь в эфире традиционная рубрика «Узнай любимый город». До финала осталось всего три дня и три задания. Одну из них прямо сейчас озвучит Анастасия Лакман. Приветствую вас, дорогие телезрители. Накануне в эфире мы показали вам эту фотографию. Думаю, нетрудно было догадаться, что это памятник Евгению Вагнеру, который по сей день считается основоположником медицины в Березняках. Напомню, под его руководством было построено семь корпусов городской больницы. Будучи известным хирургом, Евгений Антонович сделал более 50 тысяч операций и спас сотни человеческих жизней. За все эти заслуги в медицине в июне 2000-го больнице было присвоено имя академика Евгения Антоновича Вагнера. Что касается памятника, он был установлен здесь три года назад в день рождения великого березняковского хирурга. Свои ответы на это задание нам прислали 15 человек. Все они узнали надпись на памятнике Евгению Вагнеру и ответили правильно. А это значит, что вновь расстановка в итоговой таблице осталась без изменений. Что ж, может быть, наше следующее задание поможет кому-нибудь выбиться в лидеры. Фрагмент какой городской достопримечательности вы сейчас видите на своих экранах. СМС с вариантами ответов присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. Уже в понедельник мы огласим победителя нашей акции и подарим ему новый горный велосипед «Форвард». Еще несколько активных участников получат от нас сертификаты в магазины города номиналом от 1000 рублей. Так что дерзайте. Анастасия Лакман, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 43-17-11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат в суши-бар-васаби номиналом 1000 рублей. И это все, о чем мы сегодня успели вам рассказать. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok